МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Вячеслав Разбегаев, и я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд, и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. СПИД. Чума? Или всё-таки афера 20 века? Вокруг СПИДа очень много мифов, очень много коммерции. Кто и зачем использует человеческий страх перед вирусом? Часто очень боятся, что есть какие-то СПИД-террористы, которые заражают других и вечат с екцией. Сколько жизней было у фюрера? Маршал Жуков говорил, что труп фюрера так и не был найден. И где он мог спокойно встретить старость? Это закрытые городки, и туда трудно прорваться и узнать. Что Дева Мария сказала португальским детям о будущем России? Судьба России, эта богоборческая идеология, которая исходила из России, она отозвалась повсюду. И почему Ватикан засекретил послание Богородицы? Это будет всемирный апокалипсис, конец мира, экологическая катастрофа, конец вообще всего существующего. Чума 20 века. Так еще с середины 80-х называют синдром приобретенного иммунодефицита. Наступил следующий век, страшилки привыкли, все громче и настойчивее звучат голоса. СПИД вовсе не то, чем его принято было считать все эти годы. Ученых, выступающих против официальной точки зрения, уже тысячи. Их называют СПИД-диссидентами. Но если болезнь существует, может быть, это кому-нибудь нужно? 31 год. Именно столько сейчас болезней под названием СПИД. Название появилось в июле 1982 года на медицинской конференции в США. Другие цифры. Примерно 50 миллионов были инфицированы ВИЧ, вирусом иммунодефицита человека. И примерно 30 миллионов умерли от болезней, вызванных СПИДом. Но почему сегодня все больше специалистов утверждают, то, что принято объединять страшными аббревиатурами ВИЧ и СПИД, букет очень разных заболеваний. Или вообще наследственная патология. Примерно 30% людей, у которых имеется иммунодефицит, у них нет никакого вируса. Его не обнаружили. Более того, у очень многих людей, у которых есть заражение вирусом, никогда не разовьется иммунодефицит. Питер Дюсберг, знаменитый американский микробиолог, настоящее светило вирусологии. В 1987 году его лишили Нобелевской премии в области медицины. Причина – вот эта книга. Её название говорит само за себя. Выдуманный вирус СПИДа. Профессор Дюсберг доказывает, что его коллега Роберт Галла, объявивший о том, что он открыл некий вирус, разрушающий иммунитет, не представил никаких тому общепринятых доказательств. Книга стоила Дюсбергу не только престижной премии, но и всей карьеры. Финансирование его исследований было свёрнуто. Научные журналы стали отклонять его статьи. Коллеги публично объявили взгляды учёного уже научными. Но сегодня, спустя четверть века, практикующие врачи говорят об этом абсолютно спокойно. Есть вирус – это отдельная тема. А есть синдром приобретённого иммунодефицита – это отдельная тема. Ну, например, с синдромом приобретённого иммунодефицита страдают все спортсмены, добившиеся приличных результатов в спорте. Как известно, при СПИДе в организме резко падает число клеток, отвечающих за сопротивляемость болезням. Но такое происходит не только из-за вируса иммунодефицита. И диагностики на ВИЧ с помощью так называемых ВИЧ-тестов сам вирус никогда не выделяется. Ни одним из этих тестов. Считается, что это очень дорого. Диагноз ставится, если у человека обнаруживаются некие антитела, которые организм вырабатывает в случае заболевания, ну, очень многими болезнями. Это может быть и грипп, и коль, и герпес. Но диагноз ВИЧ – нечто совсем другое. Это приговор. Люди, ну, после постановки этого диагноза, у них начинается стресс, депрессия на фоне стресса. А стресс – это один из факторов, которым иммунитет оподавляет, как это доказано давно наукой. Некоторые… Жизнь кончается убийством и разрушается семьи. Но если человек хочет жить, он пойдет на что угодно. Так, может быть, здесь и нужно искать ответ. Откуда появился СПИД? По мнению американского медика Брайана Эллисона, эпидемия возникла в недрах Национального центра контроля и профилактики заболеваний США. В этой организации с ежегодным бюджетом в 2 миллиарда долларов работает несколько тысяч специалистов. Их задача – борьба с инфекционными заболеваниями. Но, по словам Эллисона, центр всегда пытался интерпретировать вспышку любого заболевания как инфекционную эпидемию, на борьбу с которой, естественно, необходимы большие средства. По официальной версии, родина чумы 20 века – Африка, а первые носители – обезьяны. Большинство вирусов, которые приходят человеку, который представляет опасность, они, конечно, имеют какое-то животное происхождение. Но вот как вирус от обезьян попал к человеку, да ещё так быстро распространился? Если говорить о сказочных гипотезах, то ещё в «Тысяча и одной ночи» в сказках есть упоминание о половой связи человека с обезьянами. А, ну, это, как бы, так сказать, наиболее пикантный путь. Но наиболее вероятно, что передача вируса произошла из использования обезьян в различных экспериментах, в том числе в этих экспериментах, переливали иногда кровь обезьян людям. Ну а далее – туристы, мигранты, наркоманы. В середине 80-х в США не было взрослого человека, который не боялся бы СПИДа. Соединённые Штаты тоже обвиняли Россию в том, что это Россия разработала этот вирус, потому что первой жертвой была именно Соединённые Штаты. Так казалось вначале. Но потом, когда стали более тщательно изучать, оказалось, что к этому времени вирус уже довольно широко распространён в Африке. Президент Рейган должен быть благодарен фармацевтам за свою карьеру, считают некоторые эксперты. Его команда построила блестящую предвыборную кампанию, используя ВИЧ, точнее, человеческий страх, перед непобедимой болезнью. Одновременно фармкомпания получила доступ к продажам лекарства, которые никому было не нужно. И, кстати говоря, оно же не работает. Мы же сегодня понимаем, что это всё глупости были. Лекарства против СПИДа не существует. Хотя за 30 лет на это потрачены огромные деньги и силы лучших учёных. Неужели впустую? Для большинства фармацевтических компаний выгодно вывести это в диагноз, выгодно с этим бороться, выгодно посеять страх, выгодно сформировать структуры, которые будут заниматься. Это большие деньги туда, миллиарды, как говорится, во всём мире выделяются. И даже не рублей, а долларов и евро. Фредди Меркьюри – самая знаменитая жертва СПИДа. В 90-е годы у меня было два таких самых ярких потрясения. Это смерть Фредди Меркьюри и смерть принцессы Дианы. Когда вышла песня «Show must go on», ещё никто не знал о том, что Фредди болен СПИДом. Но вот по настроению, а когда услышал первый раз эту песню, у меня вот сразу что-то, знаете, защемило. Она настолько музыкальна, по настроению, она... Там вот такая какая-то вселенская в этой песне грусть, несмотря на то, что там вроде какой-то такой жизнеутверждающий посыл, что шоу должно продолжаться, но оно действительно воспринималось как некое завещание. И буквально через несколько месяцев возникает вот эта история болезни Фредди Меркьюри. Лидер легендарной британской группы Queen умер в 1991 году. Всему миру объявили – виноват СПИД. Это дало новый толчок компании против неизлечимой болезни. Сразу кажется, что началась какая-то эпидемия, потому что имя одного Фредди Меркьюри – это уже... Ну, оно стоит, как бы, я не знаю, там, нескольких десятков или сотен тысяч случаев, связанных с простыми людьми. Поэтому сразу возникает психологически на подсознательном уровне у людей ощущение того, что это проблемы вселенского масштаба. Но спустя 10 лет журналисты выдвинули сенсационную версию его смерти. Гениальный музыкант стал жертвой заговора фармацевтов. Якобы его тайно заразили вирусом гепатита, при этом объявив больным СПИДом. Достоверности этой версии добавляют завесы секретности вокруг истории болезни Меркьюри и поспешная кремация его тела. Впрочем, Вадим Покровский, самый крупный специалист по ВИЧ-инфекции в России, призывает не доверять теориям заговора. Их в любом случае уже невозможно проверить. А Меркьюри – не первый и не последний в чёрном списке жертв. Из известных людей, которые сочли возможным сделать публичным достоянием свою проблему со СПИДом, мне на ум приходит тот же Рудольф Нуреев, актёр Ролл Кхадсон. Но, к счастью, вот такого вала болезней, или вала смертей, или какой-то эпидемии смертей от СПИДа среди селебритис, ну, к счастью, вот не было. Тайзи Казимов, знаменитый писатель, тоже умер от СПИДа. Ну, он, видимо, получил с переливанием крови этот вирус. Поэтому, конечно, ни о каком специальном заражении речь не может идти. Но часто очень боятся, что есть какие-то спид-террористы, которые заражают других ВИЧ-инфекцией. Но на самом деле документальных свидетельств подтверждено, что кто-то преднамеренно хотел заразить кого-то, ему это удалось, у нас нет. В любом случае, компания по борьбе с безжалостной болезнью не снижает оборотов. Сейчас только в России в год уходит 18 миллиардов рублей на лечение 110 тысяч ВИЧ-инфицированных. Но уже нужно порядка 40 миллиардов, чтобы лечить всех, кто в этом нуждается. Человечество играет в такую игру, которая очень выгодна для определенных структур. Фармкомпании. Потому что под это можно получить деньги. А потом манипуляция на страхе, она всегда срабатывает. Во всём мире открыто огромное количество центров, где лечат инфицированных. Дают им поддерживающую терапию. Однако часть врачей уверенно заявляет, курс лечения окончательно разрушает пошатнувшуюся иммунную систему. В статистике огромное количество больных, которые получают эту терапию, они просто не выдерживают. Они погибают именно от этой терапии. Терапия настолько токсичная, что она разрушает все ткани и органы человека. И она не улучшает состояние больного, который имеет вот это иммунодефицитное состояние. Я знаю наркоманов, которые 20 лет сидели на игле, в какой-то момент перещелкнули, они отказались от этого. И всё у них в порядке. Они ведут прекрасную жизнь, социальную, успешную, и дети есть. То есть вокруг СПИДа очень много мифов, очень много коммерции. У сторонников официальной версии убедительные аргументы. Эти препараты, которые, к сожалению, надо постоянно принимать, они подавляют размножение вируса. Недавно умер один известный очень артист народный. Он должен был бы умереть 15 лет назад, потому что у него уже настоящий СПИД был. Если человек регулярно принимает эти препараты, он может дожить, но если не до старости, как глубокое, то до средней продолжительности жизни. Медики США решили выяснить, сколько лет проживёт инфицированный вирусом иммунодефицита. Эксперимент с обезьянами их ошеломил. Заражали обезьян и смотрели, когда обезьяна сдохнет от ВИЧ-инфекции. Оказалось, что обезьяны от ВИЧ-инфекции не дохнут. Но если их перестать кормить, то они дохнут. У них развивается СПИД. О результатах этого эксперимента не писали в прессе. Лишь некоторые исследователи смогли прочесть о них мелким шрифтом в заштатных медицинских журналах. Смелое предположение некоторых врачей о том, что от ВИЧ-спида спасёт гомеопатия и здоровый образ жизни, находят всё больше приверженцев. Они просто регулярно делают анализы, анализы всё время в норме. Чувствуют они себя прекрасно и не считают весь тот мусор, который написан. Если вы не будете пить антивирусные препараты, вы обязательно умрёте. Когда же медики победят ВИЧ? Почему тысячи лабораторий трудятся над этой проблемой, а результат равен нулю? Против большинства вирусов сейчас нет лекарства. И не нужно ещё забывать то, что вот эта вот нуклеиновая кислота в вирусе очень быстро перестраивается. То есть мы от гриппа что-то там придумали, какое-то там лекарство. Казалось бы, мы его победим, всё. Ничего подобного. Так может быть, человеческий организм сам изобретёт способ защиты? За последние годы рост числа ВИЧ-инфицированных в Европе, по некоторым данным, снизился на 40%. Мы же каким-то образом научились переносить грипп, от которого умирали в средние века. Ведь всё время против любого вируса всё-таки организмы вырабатывают различные какие-то защитные свойства. И вот эта вот защита, всё равно через некоторое время появляются люди, приспособленные бороться с тем или другим вирусом. А спид-диссиденты убеждают. В нашем организме сотни различных бактерий и вирусов. И с ними можно жить долго и счастливо. Да, это вирус, это маркёр, который показывает, что в организме, ну как это, флажок нам, да, с этим флажком мы можем до конца жизни проходить. А может это реализоваться в спид. Что вы своим образом жизни, поведением, вы подвели организм под то, что вы можете реализовать спид. Но реализуете или нет, это по-разному будет. Спид не проблема врачей и вирусологов, а лженаучный терроризм. Так заявил в своём интервью президент итальянского сообщества психологов Луиджи де Марчи. На программу ВИЧ-спид тратятся многие миллиарды долларов. Но за 30 лет больше вопросов, чем ответов. И мы по-прежнему не знаем, откуда он появился, как он передаётся и чем его лечить. Смотрите далее. Правда ли, что Адольф Гитлер мог дожить до наших дней, а вместо нацистов судили их двойников? У нас есть показания пилота, который вывез Гитлера из Берлина. Около ста лет назад Дева Мария явилась людям и рассказала о будущем человечества. И вот на 1957 году этот текст был передан на хранение в священную канцелярию, в Ватикан. Почему католическая церковь засекретила часть послания? Вот мир должен погибнуть, и об этом сказано в Третьей тайне. Но Ватикан молчит. Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Классическая современная история утверждает, глава Третьего Рейха Адольф Гитлер принял цианистый калий и застрелился в своём подземном бункере. Однако всё это время существовала и другая версия. Гитлер скончался в Аргентине в начале 60-х. Мог ли он спастись? Как он это сделал? И где скрывался? Современные историки и исследователи Третьего Рейха, опираясь на ресекреченные архивы, утверждают, Адольф Гитлер задолго до краха фашизма готовил пути отступления. После поражений под Сталинградом и Курском, Мартин Борман не сомневался, что война будет проиграна. Он созвал основных промышленников Германии и сказал, выводите производство на другие континенты. Британский журналист Джерард Уильямс занимался этой темой последние 7 лет. Его книга «Серый волк. Бегство Адольфа Гитлера» стала сенсацией. Я наткнулся на этот сюжет в интернете. Он показался мне стоящим внимания. Теперь, спустя несколько лет, у меня достаточно информации, подтверждающей, что Гитлер не погиб в интернете. В Берлине. Маршал Жуков говорил, что труп фюрера так и не был найден. Сталин утверждал, что Адольф сбежал в Испанию или Аргентину. И даже Эйзенхауэр признавал, что нет никаких свидетельств смерти Гитлера. Фюрер и его ближайшее окружение разрабатывали несколько планов бегства. И один из них сработал. Адольф Гитлер покинул окруженный Берлин при помощи личной авиации. Такова версия современных исследователей. У нас есть показания пилота, который вывез Гитлера из Берлина. Это был капитан Баумгард на транспортном самолете Ю-52. На общедоступных спутниковых картах можно увидеть аэродром, на который и сел самолет с Гитлером. Но это был не единственный план побега. В мае 1945-го с радаров исчез почти весь личный подводный флот фюрера. До этого момента подлодки активно курсировали между Антарктидой и Южной Америкой. Мы знаем, что были в Антарктиду несколько экспедиций. И мы знаем, что архивно доказано, что были несколько экспедиций в Арктику, где диверсанты Орто Скорцени искали какие-то пути, чтобы спрятать своего фюрера. Секретная база нацистов в Антарктиде носила кодовое название Б-211. Ее строительство началось в 1939-м. К концу Второй мировой здесь уже была развитая инфраструктура. Немцы вели активные географические, геологические, метеорологические исследования в Антарктиде, в районе земли Королевы Мод. И что единственный участок, где в Антарктиде существовали и существуют огромные пещеры, в том числе и подводные. Вермахт выбрал две географические точки, где можно было скрыться и от коммунистов, и от сил союзников. Антарктиду и Южную Америку. Уже в январе 1945 года в Аргентину пошли партийные архивы. То есть Борман, а он был фактически вторым человеком после Гитлера. Мы его называем Портайгеносе Борман. Он стал все свои архивы перевозить секретными путями в Аргентину. Аргентина, Бразилия и Перу стали как бы базовыми военными пунктами переброски и маскировки там непосредственно немецких селений. Выбор Аргентины был не случайен. Нацисты считали, что аборигены и колонисты Южной Америки сохранили чистоту расы и были дружественны арийцам. Что же касается 30-х и 40-х годов, когда еще были вполне серьезные надежды на мировое господство, то в Латинской Америке просто присматривались как к удобному региону для размещения денег, для размещения каких-то авуаров, для экспансии немецкой. Потому что регион-то ведь очень богатый регион, по климатическим своим условиям благодатный. С нами победы над Рейхстагом подружено! В окруженном Берлине между союзниками шла отчаянная борьба. Кто первым обнаружит и возьмет штурмом бункер Гитлера? 1 мая 1945 года из Бранденбургских ворот вышли два офицера вермахта с белым флагом. Немцы пытались заключить перемирие и на время прекратить боевые действия. Именно в этот день в Москву отправилась секретная депеша. Гитлер покончил жизнь самоубийством. Но доказательств еще не было. Возможно, это отвлекающий маневр. Гитлер выиграл время и смог скрыться. Осада бункера продолжалась еще несколько дней. И первым в него вошел советский специальный батальон НКВД под руководством генерала Абакумова, начальника легендарного СМЕРШа. Когда 8 мая спецбатальон ворвался в бункер, все были поражены. Да, нашли якобы труп Гитлера, нашли якобы сожженный труп его любовницы Евы Брауна. А вокруг лежала рота эсэсовцев, под формой которых была форма тибетских монахов. В бункере советские войска захватили живым ближайшее окружение Гитлера. Его шофера, врача, секретарей. Именно они представлены в истории как свидетели самоубийства фюрера. Секретарь Гитлера, Юнга, она была с Гитлером до последнего часа, действительно. Его личный шофер, Эрих Кемпке, написал книжку «Я сжег Гитлера». И не доверять этим фигурам, которые были вместе с Гитлером. Кроме того, они присутствовали при опознании Гитлера. Это всё описано у Эриха Кемпке и у госпожи Юнга. Труп Гитлера был сожжён. И сожжён он был довольно серьёзно, его сжигали. Для этого на него вылили порядка 180 литров бензина. Ну, учитывая, что почва была песочная такая, то есть впитывался какой-то бензин. Но в общем и целом 180 литров бензина должно было хватить на то, чтобы тело его и Евы Браун было бы, ну, скажем так, есть версии, что уничтожено полностью, но, скажем так, скорее всего, ну, достояние скелета. Но позже началось невообразимое. На мёртвого Адольфа Гитлера натыкались ещё несколько раз. Буквально через два дня был обнаружен труп, похожий на Гитлера. Ещё через день ещё один труп. Третий труп был обнаружен уже 7-го числа. Все сообщения на обнаруженных трупах, которые были похожи на фюрера, ушли в Москву. Историк Андрей Архипов выдвигает свою версию бегства фюрера. И он тоже опирается на конкретно исторические факты. 1 мая 1945 года группа немецких танков смогла вырваться из Берлина, преодолев сопротивление 52-й Рижско-Берлинской гвардейской стрелковой дивизии. И это, может быть, и медитационный был прорыв, чтобы скрыть истинное правление, как и куда бежал Гитлер. Поэтому он бежал, или он бежал, или его двойник, тут вполне возможна и такая версия. И действительно, он продолжил своё существование, жизнь. Некоторые исследователи предполагают, почти все нацистские генералы, министры Германии и ключевые фигуры Третьего Рейха имели двойников. На сегодняшний день это уже доказано, что как минимум 4 человека из тех, которых судили на неоритетическом процессе, они были двойниками тех, кто ушёл когда-то крысиными тропами в Аргентину. В ходимости вот этих людей никто не мог бы вам гарантировать, потому что, во-первых, тогда не было генетического анализа, не было радиочастотного спектра, никто не проводил этих нацистских преступников фонограмму, которая является индивидуальным. Понятно, что Сталин не был до конца уверен, что советские спецслужбы обнаружили настоящего фюрера. К тому же контрразведка тщательно хранила свои секреты от конкурентов. Да. Другой советский спецслужб Министерства внутренних дел, ходя делать дополнительные анализы этой останки, в принципе, контрразведка не выдаёт им это тело. И у МВД только остается часть черепа, которая тогда отсутствовала. И эти останки, в 70-х годах, были специально приказы крема выкопать и зажечь. По сути, единственное доказательство того, что советские солдаты нашли тело Гитлера, это медицинская стаунтологическая карта фюрера. Что у Гитлера, что у Евы Браун были очень сложные мосты, и вставные зубы, естественно, всё. И эти мосты были оригинальными. То есть это была не вставная челюсть, а это были мосты, закреплённые на основной челюсти. То есть это было уникальное, как отпечатки пальцев. То есть второго такого моста не существовало вообще. Но это не серьёзный аргумент, считает британский исследователь Джерард Уильямс. Особенно после одного казуса со станками фюрера в Центральном архиве ФСБ. В 2009 году учёные из Университета штата Коннектикут провели их генетический анализ и заявили, это не Гитлер. Оказалось, что это череп 40-летней женщины. Что может быть правдой только в одном случае, если бы Гитлер сменил пол за 16 лет до смерти. На подготовку и совершённый побег из Берлина Гитлера и его окружение указывают и множество косвенных признаков. У меня американские войска, не английские войска, не советская контрразведка. Они не обнаружили две трети казны Гитлера. Они не обнаружили янтарные комнаты. Огромные ценности представляют. Они не обнаружили тех картин, которые вывезли фашисты со всей Германии. Это огромные ценности. Куда они держат? Большая часть богатств ушла вместе со сбежавшими нацистами, а после войны вновь вернулась, как промышленный капитал. Именно этим некоторые исследователи объясняют феноменально быстрое восстановление Германии после Второй мировой. Не было никакого экономического чуда Западной Германии. Немцы работают неусерднее русских, французов или британцев. Но у них были сотни миллиардов долларов, которые пошли на строительство новых заводов. Вот почему Германия и по сей день самая экономически мощная страна Европы. Американцы до сих пор не могут объяснить загадочные происшествия с морской эскадрой, которая по приказу президента США Трубена была отправлена на поиски германских баз в Антарктиде. Эта операция называлась «Большой прыжок». Задачи этого морского похода были предельно ясными. Исследовать особенности антарктического района земли Королевы Мотт. Изучить подземные пещеры и узнать, есть ли там немецкие военные базы. И адмирал Грейсхем дошел почти до Антарктиды. И внезапно он вернулся. Почему? Доклад командующего был засекречен. Сам адмирал проходил длительный курс лечения. Что же произошло? По некоторым данным, якобы эта группировка столкнулась с теми учителями этой базы, которые на тот момент уже в техническом оснащении и вооружении ушли далеко вперед, чем все стороны мира. Все это дало пищу для догадок, я не знаю, для гипотез, что действительно произошло столкновение между американскими и немецкими военнослужащими. И в результате американцам пришлось отступить. Агенты спецслужбы «Еврейское возмездие», а позже израильского Моссада охотились за нацистами по всему миру. И самое большое количество истинных арийцев они обнаружили в Аргентине и Бразилии. 86 человек нашли в Аргентине, в Бразилии и арестовали. Мы знаем, как охотились за Эйхманом. И именно израильская разведка, именно Моссад вывезла тогда Эйхмана и судила его судом. Присудила высшую меру наказания. Там же, в Южной Америке, скрывались и другие нацисты. В том числе, с большой долей вероятности, и Адольф Гитлер. Я думаю, он уехал с ближайшим окружением. И с Мартином Борманом, и еще рядом высокопоставленных офицеров, которых так и не нашли. Эти южноамериканские колонии в Аргентине, в Чили, в Парагвае, они до сих пор существуют. Это закрытые городки, и туда трудно прорваться и узнать. Там они живут, недобитые нацисты, смеясь над всем миром, нося с собой тайны, которые нас до сих пор бодоражат. Однако ни израильские, ни советские спецслужбы не смогли выйти на след Гитлера в Аргентине. А вот британский журналист Уильямс утверждает, он знает не так уж и мало о последних днях бывшего фюрера. Он болел. Его трясло, но вряд ли это была болезнь Паркинсона. Скорее, последствия лихорадки, которой он переболел в Первую мировую. Он провел остаток дней в раздумьях, сходя с ума и пробуя писать картину. Но политикой он точно не занимался. Тайна исчезновения Гитлера не открыта до сих пор. Даже у самых продвинутых историков нет четкого ответа. Как спасся Гитлер и где его могила? Не думаю, что она существует. Скорее всего, тело кремировали, а прах развеяли. Ведь для тех, кто управлял Западной Германией в 50-е годы, было очень важно, чтобы правда не всплыла на поверхность. Джерард Уильямс заявляет, совсем скоро он представит новые доказательства того, что Гитлер не погиб в 45-м. Но в любом случае, пока все эти исследования лишь версии. Чтобы переписать новейшую историю, потребуется нечто большее, чем свидетельство нескольких очевидцев. И все-таки тема по-прежнему интересует многих. Это значит, что она не закрыта. Смотрите далее. Явление Девы Марии в португальском городе Фатима. Когда присутствовало порядка 50-70 тысяч уже человек. Сто лет назад она предсказала будущее России. Дети не знали, кто такая Россия. Они сначала думали, что это какая-то дама, которую нужно спасать. Что сбылось? А что осталось под грифом секретно? Мир должен погибнуть. И об этом сказано в третьей тайне. Но Ватикан молчит. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Знаете ли вы о главной тайне Ватикана последних ста лет? Так называемом третьем фатимском пророчестве. Удивительный документ. Загадочные слова Девы Марии, сказанные трем детям недалеко от португальского городка Фатима. Уфологи, например, убеждены, что речь в этом пророчестве идет о вторжении инопланетян и грядущей катастрофе на Земле. Все началось 13 мая 1917 года в деревушке Кова де Ирия в окрестностях Фатимы. Двум девочкам Джасинти и Лусии и мальчику Франсиско, выгонявшим на пастбище стадо овец, в лучах яркого света явилась женщина в длинном белом платье. Описание, которое дали дети, совпадает с каноническим образом Девы Марии. Они видят Деву, которая спускается, является им на дубе. Она разговаривает с этими детьми. Мало того, она им доверяет какие-то тайны. Какие в течение долгого времени мы не знали. Вот, собственно говоря, эти явления, эти откровения и были названы тайнами. И Божья Матерь сказала, что она вот после этого первого явления, которое произошло 13 мая 1917 года, она будет являться 13 числа каждого месяца. Что и действительно происходило, причем вначале она являлась только им, но в дальнейшем стало приходить большое количество людей. Особенно это было заметно во время последнего явления 13 октября, когда присутствовало порядка 50-70 тысяч уже человек. Ученые посчитали это массовым гипнозом. А детям не поверили даже родители, не говоря уже о духовенстве. Как известно, священники консервативны и очень настороженно относятся к чудесам. Маленьких пастушков по настоянию местного епископа некоторое время даже содержали под стражей, а Лусию наказали, причем жестоко. Девочки при очередном явлении Девы Марии сказали, что им не верят. Их свидетельств люди не верят. И тогда она назначила конкретное число, по-моему, это было октябрь 1917 года, и сказала, что скажите, чтобы они собрались, и будет свидетельство явления божественного. И после этого последнего видения, когда Божья Матерь исчезла, общение прекратилось, произошло удивительное небесное явление. Так называют танец или пляска солнца, как ее назвали впоследствии. Все присутствующие на этот раз увидели, как солнце как будто сошло со своего места и стало вращаться, рассыпая во все стороны искры. Так что, в общем-то, все были убеждены в том, что это действительно чудо. Расследование событий в Португалии продолжалось 13 лет. В 1930 году Римская католическая церковь официально объявила их величайшим чудом. Всего было три пророчества. Первое и второе обнародовали по разрешению Папы Пии еще в 1942 году. Одно касалось видений ада. В другом Дева Мария предрекала новую страшную войну, если Россия не обратится в веру. Многие увидели в этом предсказании революцию 1917 года. Я приду просить посвящение России в таинство моего непорочного сердца и причастие во искупление в первые субботы. Если моя просьба будет услышана, Россия обратится. Если нет, она распространит свои прегрешения по всему миру, вызывая войны и избиение церкви. Из послания Фатимы. Не странно ли, что с пророчествами о России Дева Мария обратилась к португальским детям? А хранить тайну она доверила маленькой девочке. Позже, став взрослой и приняв монашество, Лусеев в подробностях изложит слова Девы Марии на бумаге. Дети не знали, кто такая Россия. Они сначала думали, что это какая-то дама, которую нужно спасать. И вот именно о России говорила детям Богородица. Действительно, Россия была на Голгофе. Россия переживала мировую Голгофу, мировые страдания. Как известно, у Голгофа смертью смерть христианства – это вообще религия антинамичная. Бога – человек. Смертью смерть поправ. Сказано, после смерти – воскресение. После смерти на кресте – воскресение. И вот русская Голгофа это и подтверждает. Об этом как раз и пророчество. Богородица якобы говорила о том, что Святой Отец, то есть Папа Римский, победит богопротивные силы и обратит Россию. Православная церковь с этим пророчеством не согласилась. Фатимские тайны породили очередные противоречия между православием и католицизмом. Католическая церковь, как мне видится, в этот момент, в 1990-е годы, пыталась здесь заниматься миссионерством на территории России. Тогда, вступая в богословские переговоры, православные говорили, если вы хотите христианизировать Россию, помогите нам, поддержите нас. Потому что тогда еще церковь вставала после отделения такого государства, после репрессии против атеистических мероприятий. Почему это пророчество не было дано в России, об этом мы ничего не знаем, с одной стороны. А с другой стороны, это говорит о том, что то, что происходило в России, судьба России, вот эта богоборческая идеология, которая исходила из России, она отозвалась повсюду, во всем мире. И даже вот в этой вот португальской деревушке, да, тем детям, которые совершенно ничего не знали об этом событии, даже они были вот вовлечены в эту тайну противостояния этого режима, отвергающего бога, да, и церкви. Среди фатимских откровений особый интерес вызывает Третья. О его существовании стало известно только в 1944 году, когда уже ставшая монахиней Лусия рассказала о своем видении Папе Римскому Пию XII. При этом она настаивала на том, чтобы ее секрет был раскрыт не ранее 1960 года. Почему? В 1943 году сестра Лусия очень тяжело заболела. Понимая, что ее дни, быть может, уже сочтены, местный епископ попросил монахиню записать Третью Тайну. Чуть позже Лусия это сделала, но предупредила, ее нельзя публиковать ранее 1960 года. Она говорила, еще мир не готов, это могут неправильно понять. Наступает 1960 год. В Риме уже Папа Иоанн XXIII, и он не дает согласия на публикацию. А дальше происходит очень интересная вещь. И вот один из приближенных, его спрашивает, Ваше Святейшество, а почему? И реакция какая-то очень, ну, почти нервная. Нет, я не спрашиваю меня об этом. Кто-то говорит, ну как, ну мир ждет уже вот то время, которое назначено, почему вы не хотите обнародовать? И все, и ни слова об этом, говорит Папа. Ну вот интерпретация уже, как бы, достояние историков, там, так далее. Вот, по крайней мере, мы знаем такой контекст. Он не хотел, он точно это прочел. Но как свидетельствуют его приближенные, он чего-то испугался. Третье Фатимское пророчество оставалось загадкой до 1999 года. Долгожданное обнародование секрета произошло в Ватикане и вызвало у многих разочарование. Более того, нашлись эксперты, которые заявили, это фальшивка. Так что же там было? Было предсказано о том, что вот будут гонения на римского... Это святого отец, по-моему, там называется, то есть с большой буквы. Вот. Покушение на Иоанна Павла II в 80-х годах. 13 мая 1981 года в Риме на глазах у тысяч верующих в Папу Римского пять раз выстрелил турецкий террорист Мехмед Али Акджа. Он попал понтифику в живот. Такие ранения считаются смертельными. Но глава католической церкви выжил. Странные вещи. Пуля, которая шла по определенной траектории, буквально в нескольких миллиметрах от жизненно важной артерии, изменяет свой путь, не задевает вот того, после этого была бы смерть неминуемая. И уходит куда-то в сторону. Удивительно, что именно это произошло в день первого явления Божьей Матери Фатимским детям. Потому что то спасение, поистине чудесное спасение во время этого покушения, которое было дано Богом Иоанну Павлу II, он приписывал Божьей Матери. Неужели все так просто? Ватикан обнародовал часть записок Лусии в июне 2000 года. Вот перевод одного из фрагментов. Мы увидели епископа, облаченного в белое одеяние. За ним шло множество других епископов, священников и мирян. Все они поднимались на высокую гору, на вершине которой воздвигнут Большой Крест. Путь их пролегал через разрушенный город, усеянный трупами. В этот миг появились солдаты, которые расстреляли святого отца, а вместе с ним и многих епископов, священников и мирян. Из послания Фатимы. Это действительно похоже на описание неких конкретных событий. Но зачем нужна была такая завеса секретности? Тем более, что папа оправился после покушения и прожил еще больше 20 лет. Сразу возникла версия. Это пророчество фальшивое. А что же в настоящем откровении Девы Марии? Находится один мексиканский священник, который говорит, это будет всемирный апокалипсис. Конец мира, экологическая катастрофа, конец всего существующего. Мир должен погибнуть. И об этом сказано в Третьей Тайне. Но Ватикан молчит. Именно эта версия получила косвенное подтверждение в апреле 2001 года, когда итальянский кардинал Каррато Бальдуччи неожиданно приехал на конференцию уфологов. Выступление священника стало сенсацией. Кардинал поведал о том, что в опубликованном в Ватиканном тексте отсутствуют важные детали. Оказывается, в исходном тексте говорилось не только о смерти святых отцов, но и об уничтожении всего мира. Это сразу вызвало появление очередных трактовок Третьего Фатимского пророчества, вплоть до вторжения инопланетян. Они пытаются интерпретировать в каком-то эсхатологическом ключе, в политическом, как вот преддверии какой-то катастрофы. Ядерный там, термоядерный, какой угодно. Многих смущает более чем 40-летняя задержка в опубликовании Фатимского пророчества. Как правило, такие откровения получали огласку сразу. И вот на 1957 году этот текст был передан на хранение в священную канцелярию в Ватикан. С ним познакомились Папы Иоанн XXIII, Павел VI. Они молились, размышляя об этой тайне, но ни один из них не счел необходимым его обнародовать. Опять же, почему они так поступили, мы этого точно не знаем. Ватикан по-прежнему утверждает, что третье пророчество Фатимы о покушении на Папу Иоанна Павла II. Но, может быть, обнародованный текст действительно подвергся правке из каких-то соображений, ведомых только святым отцам католической церкви. Один очень интересный комментарий говорит о том, что в тайне содержится пророчество о какой-то важной ошибке церкви, важной, но не преднамеренной, которую могут неправильно понять. Сомневаться не перестают даже католические священники. Например, канадский епископ Николас Грюнер заявил, что общественности представлены не все рукописи Лусии. Но в 2002 году Грюнера жестоко избили, после чего из Ватикана ему пришел приказ возвращаться в канадскую епархию и успокоиться. Не думаю, что там было откровение о конце света. Во-первых, сам Спаситель Иисус Христос сказал, и это зафиксировано в Евангелии, что никто не знает конца света, даже я, только Отец Небесный это знает, даже Он не знает. Так о временах и сроках никогда не говорят. Это известный как раз общий принцип, это общий принцип библейских пророчеств, что касается Новозавета, начиная с книги Откровения Иоанна Богослова «Апокалипсис». Там никогда не говорится временно сроки. Тексты фатимских пророчеств так и не дошли до нас полностью. В начале 2005 года умерла монахиня Лусия, больше ничего не добавив к своим записям и оставив судьбу пророчества в руках Ватикана. В том же 2005-м отправился в мир иной и сам глава католической церкви Иоанн Павел II. Правду ли он сказал о третьем пророчестве Фатима? Или страшные испытания, о которых Дева Мария говорила португальским детям почти 100 лет назад, и ещё впереди? Это было агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok